Другой веселого одуванчика. В клоуне Андрюша Николаева кто-то заметил наивного желудя. В цхамелин заветучую мышь, висящую вниз головой. В братьях Ширмах три картошки. Клоуны, подобно ботаническим экспонатам, стали делиться на отряды и виды. Так, белые клоуны в общей массе составили шеремку яйцоголовых от более-менее всмятку до самых крутых, как футит. Контрастный им шел отряд рыжих, задивистых репейников или грустных подзаборных подорожников и неуглюжных слонопотанных лопухов. Среди рыжих животных были найдены потрепанные задивистые воробьи и заносчивые павлины, сестак-кабан, а также гориллоподобные с очаровательными негативными масками шипанзе, как у угрока. Сравнительные характеристики дали и такой вид клоунов, как клоуны времени, настроения года. Например, клоун Май-азорство, имени Майхрустов, клоун Осень-грусть, Ингибару, клоун Лето-радость, Попов. Сопоставление клоунов с временами года дали естественные и такие погодные характеристики, как теплый, холодный, ветреный, вплоть до местами, временами и даже цветовой окраски. В процессе выбора учащихся сходства клоуна с чем бы то ни было, необходимо добиваться точной характеристики, идя от внешности к внутреннему качеству. Это может иметь форму обсуждения. Вот, к примеру, обсуждение учащейся сравнительной характеристики клоуна Анатолия Смыкова. Первый, он похож на свинью. Второй, нет, скорее на поросенка. Третий, а какая разница? Второй, поросенок молодая свинья, а свинья старая. Поросенок веселый и шустрый. Первый, нет, Смыков не такой. Иногда, правда, улыбнется, так и гриво. Второй, и побежит скакетливая поросячьей глициозностью, такой смешной. Третий, весь розовый. Второй, и жаркий, как блин на сковородке. Первый, Смыков, розовый август. Второй, интересно, а есть клетчатый клоун? Третий, не знаю, но по-видимому должен быть строгим и педантичным. Второй, и квадратным. Ребята произвели от смеха, посмотрев на четвертого учащегося в клетчатом костюме с плоским ежиком на голове. Такие обсуждения, как правило, дают новые темы для дальнейших занятий. На этот раз задание было таким. Найти примеры, в которых человек имел бы сходство с геометрическими фигурами. В моей рабочей тетради сохранил следующую запись. Тема «Клетчатые люди», подбор материалов. Показать и обсудить. Первый, фотографию Воларда и картину Пикассо, портрет Воларда. К сожалению, я принес картинки и хотел вам показать, чтобы они совпадали с тем текстом, который я вам буду читать. Но не пошел, не пошли мои картинки здесь. Второй, эскиз Ринди на костюм Джона к пейсе Машинель, Трейдл. Арлекинов в Азареле. И обратите внимание на верность художника своей маски. Рекомендовать, посмотреть кинокартину «Новые времена», чапленные, эти комические моменты на тему «Человек-машина». Прочитать роман «Мы заметно», «Человек, который был четвергом», «Честертон». Найти выражения, характеризующие клетчатого человека, например, «Мне не нужны ваши стихи и рассказы», «Мне нужно расписание поездов». «Поэзия там, где все идет правильно». Роберт Скинсон, «Клуб самоубийств» и корренизация масляникового приключения «Принца Флорезеля». Задание. Найти сходство между родным предметом растения и соединить в одном мини-этюде. Это сходство должно определяться какой-либо чертой человека. Примеры этюда. Метаморфозы. Перекати поле, кувыркающиеся от ветра поплю. Медуза, плывущая по воле волн. Пресс-попье, послушно качающийся под рукой человека. Человек, постоянно кладивающийся и перед всеми заистывающий. Крапива, готовая в любой момент ужарить. Кобра, замерзшая перед упадением. Оголенный провод, ожидающий прикосновения, чтобы ударить током. Человек, готовый любую секунду напасть. Самовлюбленный нарцисс, растущий в стороне других цветов. Павлин, распустивший хвост. Свистящий на кухне чайник и испереполненный гордостью от исполненного долга. Самовлюбленный человек. Ушух или ремень. Упражнение на ассоциативные связи. Спросите у учащихся, кто страшнее, ушух или ремень. Несмотря на то, что в природе нет таких животных, почти все ответят, что ушух, конечно, страшнее. А ремень, кто-таки, мям-ля. Учащие, если делятся на две группы, ушух или ремень, уходят заширенные и начинают появляться. В показе предполагается индивидуальная интерпретация предполагаемой повадки неизвестных, несуществующих животных, вытруждают учащихся идти от себя. Можно придумать и другие названия несуществующих животных. Например, баркон или скряпчик. Важно, чтобы в этих названиях вывелся характерные черта того или иного ученика. Это было следующим заданием. То есть придумать какое-то несуществующее животное и показать его, так сказать, в действии. Так, ребята, привезли такие мини-этюды, в которых участвовали боязлик, быструн, стесняй, вялек, горлан, мнитик, дурик, вяклик, смуклик, воблик, толстик, забир, спун, крыльник, фряк, спинен и другие. Ну вот, к сожалению, так сказать, если бы все, то это было бы очень надолго. А вкратце, я надеюсь, вы поняли, так сказать, необходимость и важность значения этой темы для будущего клоуна, для его маски и, возможно, репертуара. Потому что те репризы, кстати, которые я показывал с группы А, это куклы-клоуны, или же их вот это вот «Лебединое озеро», где появляется гадкий утенок. Еще у меня была, это могут, кстати, быть не только репризы, но и цирковые номера. Мы знаем, что использование этого приема, такие номера, как у Сурковой, Саламандра и другой. Вот. И я тоже сделал один номер. Бывает, что приходят люди в клоунады, они думают, что они, так сказать, хотя кем-ли не говорят, что в каждом человеке заложен клоун, только надо суметь его найти себе, найти себе. И вот приходят некоторые люди, ну, как нравится, не получается, скажем так, ни ему, ни педагогу, вот мне, ни у каждого, ни в каждом человеке не всегда удается найти в нем клоуна. Вот. И вот появляется кто-то, вот была у меня девочка одна, она делала антипод, антипод, кстати, в то время еще преподавала сам Виолетта Киз, у нас антипод, и она мне подсказала финальный трюк, она работала с палками, крутила палки, она подсказала сам с тремя палками. И я решил с ней, с этой девочкой, сделать сам боевые искусства, делала с палками, вот она, ну, откровенно говоря, сам ничего не получилось, потому что результат нет, по трюкам все как бы вышло, а вот с актерской задачей она практически не справилась, потому что, я сейчас только понял, ей скорее надо было бы быть, ну, сам девушкой с веслом, без парка Войткова, вот, то есть по характеру. А что-то получалось, вот у меня на специализации был такой, сам Женя Конючко, Женя Конючко, и мы с ним придумали такой номер, сам танцующие зонтики, вот, может быть, это было даже навеянной новеллой Леонид Гибаро, он выходил когда-то с зонтиком, с таким вот дырям, а где-то в манеже там лежал какой-то совершенно новый, необыкновенный такой белый маленький зонтик, вот. Ну, он хотел пройти мимо, но вот этот зонт, он его как бы стал притягивать к тому зонтику, вот. И здесь мы взяли тему «Мой ласковый и нежный зверь», вот этот вальс, и вот эти два танцующих зонтика, два танцующих зонтика, вот, это и вышло довольно симпатично. Когда я приехал после Кубы, это был, например, 91-й год, я вдруг не нашел Женю Конючко, я говорю, куда пропал? А его, кстати, когда я уехал, с ним какое-то время еще работал Женя Боряков, я у него спрашиваю, Женя, куда он делся? А он говорит, ты знаешь, что он в церковь ушел. Я говорю, в церковь? Как это в церковь? Ну, что, если Жан-Глеб Богоматери? Вот, я все-таки достал его, я ему дозвонился, он ко мне пришел, я спрашивал, он говорит, Женя, я говорю, как так получилось, что ты из церкови, вдруг ушел в церковь? Ну, вот так получилось, так получилось. Я говорю, а чем ты там занимаешься? Ландшафтным дизайном, ландшафтным дизайном. Я говорю, ну, а вообще-то, я говорю, церковь, помнишь, зонтик? Я говорю, знаете, Евгений Петрович, иногда я сплю в своей келье, и мне снится, что я работаю в своей жизни. Ну, вот, как бы, я закончил то, что я хотел вам сказать. Если у вас есть еще вопросы по этой теме, то ваш. Знаете, вот, я дословно не помню, вот вы сказали, Сергей Михайлович Махаров сказал, что некоторые клоуны, ну, то есть, всю жизнь как бы работают и не находят свою маску. Да. Это в негативном плане, это констатация чего? Ну, вот, я просто поясню свою позицию. Для меня, вот, для меня, значит, клоун работает, да, то есть, к нему приходят дети, он их веселит. У детей остается позитивный осадок. То есть, он свою клоунскую работу, главную клоунскую работу, то есть, дать людям добро, он сделал. Имеет ли значение в этом случае маска? То есть, маска – это как что? Как музей, как памятник, как что? По-видимому, он имеет вид в виду тех людей, у которых это не получается, разве с ним? Так это все! Так это все, на самом деле! Нет, на самом деле, мне кажется, насколько важна маска для самого клоуна. Если она для него важна, то, наверное, да, для него это какая-то трагедия, если он ее не находит. А если она ему не нужна, в принципе, как бы, ну, он… Ну, так нет, а что первичное, что вторичное – маска или клоуна? Мне кажется, это каждый для себя сам определяет. Если для тебя важно найти маски, то для тебя, конечно, трагедия, если ты не можешь найти свой стиль, свою какую-то струю. Имиж клоуна. Да, а другой не парится этим, просто работает и все, и считает, что это… Старичок, ну, тут, понимаешь, какая беда получается? Тут авторитетный человек выводит в свет категорическое суждение, то есть, какой-то императив, которому надо, к которому надо как-то относиться. И я не знаю, как к этому относиться, а я хочу знать. Ну, и все-таки, мне кажется, с этим можно согласиться, что не смешных клоунов гораздо больше, чем смешных. К сожалению, да. Да, у меня есть вопрос, опять же, качество смеха. И вот он приходит с желанием повеселить, а в то же время портит настроение. Нет, нет. Илья Петрович, вот, опять же, возвращаясь к вашей лекции, вот, нет, меня просто вот действительно заинтересовало, что вот вы как рассказывали о том, о необыкновенном использовании, ну, предметов, да? Да. Вот, понимаете? И вот качество смеха, да, вот элементарно. Вот мы сейчас, ну, вот с ребятами, да, вот начнем там, что-нибудь оденем на себя, да, условно говоря, что-нибудь положим, да? Давайте мы сделаем репризу на тему, как мы будем необыкновенно использовать предметы из секс-шопа. Это будет смешно. Вопрос, где? Вопрос, на какую аудиторию? Вопрос, готов ли я опуститься до вот этого уровня? То есть, ну, понимаете? Далее, значит, мы приходим, мы в триклоны, да, приходим, да, набираем в ашане, да, каких-то предметов, да, предметов, да, но мы их начинаем играть как секс-шоп. И так, опять же, будет смешно, но это же, это же вещи. Хороший прием, сэр. Ну, прием-то хороший, но ведь... Смотря как вкусно его сделать при позиции. Согласен, да. Это может быть пошло, а может быть и не пошло. Согласен, но ты пойми, вот смотри, как тебе это объяснить, вот... Опять же, вот мы с тобой русские люди, да, и вот наша культурная матрица, да, вот наша с тобой культурная матрица, да, вот секс-шоп – это, ну, что-то плохое. Ну, не то чтобы плохое, а ну, как-то, ну, скажем так, не с плохим, а, ну, как бы, об этих вещах, ну, как-то не принято говорить, ну, публично, да. Вот, скажем, слегка табуированная тема, да, с таким негативным, как бы, оттенком, да. И, например, вот, когда мы это с тобой начнем делать, например, ну, скажем, на Дине шоу в Немечене, чувак, мы будем героями. Ну, помните, в 96-м году на Красной площади Глеб и Валерий Панатомину делали на эту тему? Мужчина – его лучший друг. Не помните? Ну, вот, наверное, вот, помните, наверное. Ну, не 96-го года записи даже есть. Вот, у них там тема сексуальная присутствовала очень. Да, она присутствует у них, нафиг. И там, да, были, кстати, была критика в их сторону, как это так, было, присутствовало много детей, и вдруг показывают такие взрослые вещи, как они потом, как-то, получено уехали в Германию, и там долго проработали в Варьете, а, видимо, там это все с этим менталитетом нормально, да? Там, да, там, 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 там. С этой культурой, да? Опять-таки, вопрос культуры. Готовы мы это смотреть или не готовы? Или на какую аудиторию? На взрослую, на зрелую, на младшую? Ну, совершенно верно, да. Опять-таки. Совершенно верно, да. То есть там подразделять и взрослую категорию, менталитет, и все. Я просто, я, как бы, я, как бы, скажу из того, что, ну, есть, например, как бы, замечательные ортисты, да, вот, замечательные. Вот, ну, вот, Жгалов, когда последний раз приезжал, да, вот, ну, то, что он, вот, Саша, у вас в театре. В Кошкин доме, да? Да, у нас. Ну, у них, да, в театре, у них в театре, да. Вот. Ведь он же, в принципе, сделал что? Он не показывал никакое шоу, он показал этот, как сказать, мастер-класс по финир-шоу. Он всем артистам показал, ребята, вот так вот работаем, ну, условно говоря, там работаем. То есть, и мы четко понимаем, что вот это там, на этом уровне востребовано, но ведь есть же, ну, артисты, интертейнеры, которые работают на детскую аудиторию, да? И то, что делает Жгалов на денер-шоу, на детскую аудиторию приносить нельзя. Евгений Петрович, может, прокомментируете данные отверждения? Ну, какая-то моя такая вот позиция. Значит, наверное, кроунады должна подразделяться на взрослую, детскую. Я не очень понял. То есть, используем сексуальные демоны на детской аудиторию? Нет, нет, нет. Вы нам рассказали о использовании, ну, допустим, как бы обыкновенных каких-то предметов, да, коверин, в качестве, ну, получения какого-то смешного продукта, выражаясь в современном языке, да, понимаете, вот, ну и вот просто, как это объяснить? Люди, вот, сейчас, они, вот, десятилетние, они одни, да, люди, четырнадцатилетние, это другие люди, восемнадцатилетние люди, это, значит, третьи люди, там, двадцати и так далее, и так далее. Вот вы не считаете, что мало того, что использование предмета, обыкновенного предмета в необычайных целях, это одна история, но нужно еще ставить задачу, что использование этого же предмета, обычного предмета в необычайных целях, но на конкретную, ну, целевую аудиторию, скажем, возвратных, хотя бы полный раз, вот это, актуально это сейчас или нет? Или наоборот, один предмет рождает массу ассоциаций у разных возвратных групп, так скажем, один и тот же предмет. Мы забываем о поколении воспитания, допустим, сегодня десятилетние дети знают то, чего не знали, допустим, лет сорок назад в том же десятилетнем возрасте, то есть, видимо, культура воспитания тоже, она же меняется, как говорил Сацирон, меняются времена, и мы вместе с ними, или наоборот? Для решения вот этих тем, так сказать, для решения возможной, так сказать, целевая установка, что из этого уровня должно получиться? Мне кажется, во-первых, на этот вопрос очень верно ответил сам Кашлян Сергея Андреевич, мы как-то в училище, в училище обсуждали такую тему, какая режиссура ближе к церкви, какая режиссура. Вот, кто-то, например, если я пришел в ближайшую шпаку, скажешь только одно слово, Станиславский, он сразу начинает дергаться, он говорит, какая-то что-то полная логика, потому что они падают или яйцо в голову разбивается, ну и все, смеются, и слава богу. Стали приводить более эксцентрическое направление режиссеров, например, Брехта, Берхольда, Чехова, Вахтангова. И Бог Кашлян сказал замечательную вещь, он говорит, «Заип, товарищ, если у человека нет вкуса, нет вкуса, то никакая режиссура или система ему не поможет, не поможет». Поэтому, на мой взгляд, наиболее удачная, удачная реприза, основанная на этом же приеме, используемой приемом значения, она будет воспринята любой аудитории, начиная с детского и кончая, так сказать, глубокими стариками. Это, можно сказать, вершина, пик, так сказать, возможной удачи. А вообще я вам скажу, что, конечно, в идеале, в идеале, наверное, надо иметь и клубу, и любому другому артисту, можно сказать, репертуарный, так сказать, репертуар, который будет рассчитан и на детскую аудиторию, и на взрослую аудиторию. Вот, кстати, к репертуарному номеру в свое время стремился, я помню, сын Володец Тихановский. Мы с ним вместе учились в ГИТИСе, мы с ним тоже спорили. Я говорю, Володь, как же так? Ты, я говорю, вот, танцуешь с Татьяной Марковой, делаешь адажо на проволоке, иду в конце, ты делаешь на проволоке рандант фляг-задий. Я говорю, причем здесь это? Ну, а как же, причем, говорит? Потому что все-таки цирк, а вдруг не поймут, а вдруг их не поймут. Здесь, да, а репертуарным он просто их номер имел не только одна жена, но и другие. Он имел и русский вариант, и другие варианты. То есть, по идее, конечно, надо иметь, и надо видеть, и надо видеть. Потому что вот я, когда пришел к вам на лекцию, я думал, что мне сказали, что там был студент Уральского, я даже принес покрывало, хотел с ними сделать репризу, хотел сделать. Они вчера были, да, сегодня нет. Ну вот, хотел с ними что-то такое сделать. Я думал, мне будет полезнее узнать именно практическую сторону дела, и для практики, для работы именно там в дирекции, чтобы это использовать для возможного, так сказать, для возможной работы и создания своего репертуара. Вот. Но, мне кажется, вы поняли мою ориентацию. Я максимально сократил теорию, взял, так сказать, какие-то фрагменты, ну, они были там симпатичные из практики. И, ну, мне, кстати, очень понравилась сегодняшняя лекция, благодаря такому хорошему обсуждению нашей веселье. Спасибо. Спасибо за внимание. Просто я... Вашим оппонентом был Сергей Зеленов. Нет, я не оппонент, я просто это, я всегда в роли заинтересованного идиота. Ну, это нормально. Нет, просто я понял, что то, что вот вы сказали о необыкновенном использовании предметов, я просто не понимал, на каком языке пишет Пелевин. Вот Виктор Пелевин, ну, как мы любим сейчас писать им, и я понял, что он просто обычные слова вставляет в необычные ситуации. А слова обыкновенные. Просто такой интересный такой язык какой-то. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Сереж, спасибо тебе, что ты так объемно правильно рассказал словами и примеры молодежи. Сережа Зеленова тоже нас похожа. Я написал, чтобы он выдвигался на генерального директора, ты-то ответишь. Там, там, там. За базар ответить. Я-то еще 60 лет. Да? Скоро будет. Ему и 50 лет. Ему еще 10 лет, это, воевать. Дмитрий Сергеевич. Спасибо вам. Сережа, спасибо. Спасибо, не ожидал. Не ожидал это.